У меня очень много вопросов. Но это все засекречено от украинских граждан. И мы достоверной информацией не владеем. Экспертам очень тяжело оценивать эти процессы, поскольку также есть очень серьезный информационный вакуум. И я уже могу вообще более глобально вопрос составить. Почему Грызлов приезжал? Какая встреча была? Предмет встречи Грызлова и Порошенко. Порошенко отказался фактически комментировать эти результаты встречи. То есть много вопросов непонятных на сегодняшний день происходит. Но с другой стороны, я скажу буквально один момент. Может быть, это и позитив. Может быть, таким образом ищутся пути урегулирования конфликта на Донбассе. Естественно, любой путь урегулирования конфликта на Донбассе, он будет неоднозначно воспринят украинской общественностью. И в связи с этим, с тем, что люди прекрасно, кто пытается урегулирования конфликта, понимают, что общество может неоднозначно воспринять, они скрывают информацию. И мы можем знать по факту, что дальше будет. Вот только так это можно объяснить. Скажем, я как-то с Надією Савченко, так? Еще вчера ничего не было фактически відомо, а уже, скажем, завтра вона уже прилетела. У нас є телефонный дзвіночок. Добрий вечер, вы в прямом эфире. Будь ласка, ставьте своё запитание. Добрый вечер. Витаем вас. Я из Житомира. Дуже приятно, пожалуйста. Я из службы, участник боевых действий. Я хочу спросить у вашего эксперта, как Путин рассчитывает наступать на Украину, там закопливать и так далее, если у нас такая количество атомных станций на территории Украины. Вот, допустим, певденна там, атомна и так далее. Вы понимаете, что никто Путин не дозволит даже одного снаряда туда ракету не запустить. Потому что это пострадает и Крым, и Украина, и Россия, и Белоруссия, и в том числе и Европа. Цікаво. Дякую вам. Вопрос поставлен с военной точки зрения. Здесь больше военный эксперт может проанализировать. Но я исключаю варианты наступления Путина дальше. То есть я думаю, на сегодняшний день, как оно есть, так и останется. Я не верю в возможность эскалации конфликта на Донбассе. Я считаю, что это невозможно. Но если оно произойдет, вдруг, при каких-то обстоятельствах геополитических, опять же, это слово я использую наглое, то, скорее всего, следующий этап эскалации на Донбассе будет уже прямое вмешательство вооруженных сил Российской Федерации. В виде миротворцев каких-то, мини-каких-то структур, в виде авиации, как в Сирии. То есть, естественно, это сильно переформатирует баланс сил на востоке Украины. Вы понимаете, что все равно изначально силы неравны в этом противостоянии военных. Кто бы что ни говорил. То есть у России гораздо больше военных возможностей развертывать войну. Но не думаю, полномасштабно это будет действовать. Скорее всего, это будет очень кратковременно. И тут надо смотреть, как будет реагировать США и Европейский Союз на такие действия в России. Вот в этот сценарий я верю и допускаю. Хотя вероятность его там 1%. Скорее всего, пока что такая ситуация будет сохраняться. У нас снова же таки есть звеночек. Бачите, сколько активно долучаются телеглядочей. Дякуем вам. Добрый вечер. Ради вас витати. Будь ласка, вы прямо на эфире. Да. Добрый вечер. Мне к вашему гостю такой вопрос. Я сейчас слушаю о войне, о том, о том, о том, о том Америке нас тянет, Европа, Россия. Достаточно посмотреть на карту. Как бы не тянула нас Америка, все равно мы будем с Россией, Беларусь, Украина, наши все вокруг соседей. Все равно стратегически, как мы были с Советским Союзом и далее Европа, Евразия. Так и будем. Дякуем вам. Мы вас почули. Кожан мае право на свою думку. Ей такие думки. Нет, понятно, что соседа никто не может изменить нынешний вопрос. Вот географически мы так располагаемся, рядом с ним, с Российской Федерацией я имею в виду. Понятно, что здесь, хочешь не хочешь, надо будет искать рано или поздно пути мирного либо сосуществования, либо немирного существования, возможно, каких-то там военных ограждений и так далее. Я не знаю, это уже вопрос к военным, к политикам, наверное, больше, но Россия есть, она существует по факту. И Россия, она представляет собой машину определенную, машину, которая свои интересы готова на сегодняшний день осуществлять за пределами своей территории. В этом нужно понимать, что так оно и есть. Поэтому нравится, не нравится, но Российская Федерация есть, как есть. Я хотел бы от себя тоже трешечки додать, и на наших глядачцах не буду делать супер-великий экскурс в историю, но если бы поглянуть взаимовідносини Украины и России, которые были исторически, и если мы беремо Россию как империю, а фактически в чем поляга суть империи? Если она не расширяется, если она не набивает своих размеров, она исчезает. И если у вас, шановная паня, будет желание и возможность почитать историю и узнать себя как с братом и сусидом, это безоперечный факт, что мы сусиди, но как у нас развивались отношения, возьмите, 20-летие, ну, тогда тоже интересно будет. Я хотел бы продовжить наступным чином. Отже, поведомление – это одно из засобов массовой информации Німеччины. Отже, там з'явилась такая информация с посиланием на власні джерела. Зустріч Петра Порошенко, Англии, Меркель, Франсуа Оланда и Володимира Путіна может происходить на початку липня. И, за словами джерела в німецком уряде, идеальным будет вариант, когда встреча лидеров отбудется до саммита НАТО в Варшаве, с тем, чтобы снизить повязанную с ним напругу. Я не исключаю, что такая встреча может произойти. Ну, реально, она по факту абсолютно безусловна. По одной простой причине – им не о чем разговаривать. Я имею в виду лидеров Нормандской четверки Путину, Порошенко, Оланду и Меркель. Я имею в виду конфликта в Нонбассе. Вот что, предмет разговора. Никто выполнять минские соглашения не собирается. Ну, я имею в виду в Кремле точно, в ДНР тем более. Нету процесса обмена пленными фактически заморожен. Он идет очень-очень с большими трудностями. Поэтому о чем им разговаривать? И может поговорить о других вопросах, там, экономике и так далее. Но никак не конфликта в Нонбассе. И тем более я уже про Крым традиционно не вспоминаю, к сожалению. То есть я не вижу предмета этой встречи. Последние встречи, сейчас спросишь кого-то из экспертов, даже не каждый может сказать, когда они встречались. В Париже, в Милане была встреча. Ну, они поговорили, разошлись, по факту мы ничего не видим. Даже встреча в Минске, лидеров этих стран, результатом которой стали минские соглашения, подписанные, а, возможно, и какие-то иные соглашения, которых мы не знаем, секретные, еще, наверное, не выпутившиеся в жизнь, даже они не привели к решению, частичному решению конфликта на Донбассе. Про что можно говорить? Поэтому здесь любые такие встречи, они беспреспективные. Я не вижу, к сожалению, не верю в позитив. У нас снова же такие телефоны, дзвеночек. Добрый вечер, будь ласка. Вы прямо в эфире, мы вас слухаем. Я хотела бы задать вот какой вопрос. Что хочет все-таки Америка от Украины? С времен еще Ющенко. Потому что мы так далеки друг от друга, где Америка, где Украина. И мне кажется, если бы не вмешательство Америки, у нас бы все нормально было в Украине. Вот все, ответьте мне на этот вопрос. Что хочет от нас Америка? Это вопрос уже с другой тенденцией, с другого бокса, с пророссийским взглядом, скажем так. Поэтому здесь нужно понимать, что опять мы возвращаемся к мировой политике. Я не могу сказать, что Россия что-то хочет конкретно от Украины, поскольку здесь вопрос ставить так не совсем целесообразно. Мировая политика движется, развивается. Часть населения Украины всегда смотрела на запад, часть населения Украины всегда смотрела на восток. После военных действий на Донбассе многие вещи поменялись. Взгляды, мировоззрения украинцев. Поэтому здесь больше людей стали смотреть на запад, и меньше стали смотреть на восток. Это объектив. Я сейчас не буду говорить причины, с чем связано. Тут многое можно говорить про то, что США поругало Украину с Россией и так далее. Не Украина водила войска в Ростовскую область, в Белгород. Не США водили войска в Крым. Принято решение было Москвой, Кремлем. И тут нужно это понимать и принимать, как есть. И нужно ответственность нести историческую, и не только историческую, именно тем, кто принимал такие решения в Кремле. Вот тут вопрос важен. А как США действовало, какие она политтехнологии использовала в Украине и так далее, это вопрос уже другой. Россия может такие же политтехнологии использовать, но она всегда идет другим путем, жестким. По факту идет отторжение. И поэтому на сегодняшний день есть как есть. И нужно вопросы задавать все-таки руководству Российской Федерации. У нас есть телефонный звоночек в Закарпатті. Доброго вечера. Дякуємо, что зателефоновали. Вы в прямом эфире. Будь ласка, мы вас слушаем. Добрый вечер. Витаем. У меня вопрос есть. Я мама, в первую очередь. Мой сын уже второй раз в АТО. Целый год был, с первой днём, с 13-го года. И теперь он укрепляет в АТО. Я хотел бы зацелефон. Я хотел бы зацелефоновать вопрос. А что так поступают наши... Я даже не знаю, как сказать, кто. Что Россия, она... ДНР и ЛНР, они бьют наших хлопцев. Гасить, гасить просто. А наши ничего не далеко цвета. Они сидят, видны, как миши в ловушке там. И ждут, когда их подстрельнят. Будь ласка, я включила ответ. Чего так? Дякую вам. Минские соглашения в значительной степени ограничивают возможность действия вооружённых сил Украины. Хотя, если посмотришь российскую прессу или сайты ДНР и ЛНР, они постоянно говорят, что это ВСУ наступает. Здесь постоянно идёт такая информационная борьба. Вы знаете, уникальное вообще явление. Я пару слов скажу буквально. В ДНР постоянно создаётся такое впечатление, что Украина вот-вот будет наступать, что вот прорывы, а ДНР отбивает и так далее. То есть угроза постоянно создаётся искусственно. ДНР, ДНР. А в Украине постоянно говорят, что вот-вот Путин сейчас вот идёт войска, вот ДНР пойдёт на Мариуполь, давайте там загородимся. То есть реально, по факту, ни того, ни того за полтора года не было. То есть я думаю, это искусственная информационная составляющая для того, чтобы держать людей постоянно в страхе. И там, и там. Я хотел бы, чтобы выяснили глядачці, чому, власне, згідно с этими Мінскими угодами, фактично, зі сторони ДНР, ЛНР летять з мінометів калібру 82 мм, 120 мм, ствольная артилерія. Я уже не говорю про гранатомети, кулемети и різные оружия. Ну, летять в нашу сторону, а наши хлопцы, ну, фактично, мають право відкривати в огонь у відповідь, коли є загроза безпосередньо життю. Чтобы выяснили, мы тоже глядачам, чому так? Чому ось саме таким чином происходит? Ну, я думаю, что, вы знаете, достоверно, мы не знаем всю информацию с фронта, честно вам скажу. То есть иногда, я думаю, что там обе стороны не всегда соблюдают Минские соглашения, я уверен в этом, по крайней мере. Конечно, нападающая сторона та, ДНР, ДНР. Понятно, что ВСУ защищает территорию Украины. Это все прекрасно понимают. Но Минские соглашения, о которых вы назвали, они ограничивают маневр, существенно ограничивают поведение ВСУ. К сожалению, гибнут солдаты, страдает гражданское население Донбасса. Мне лично непонятно, почему это происходит. Причем, к сожалению, периодически гибнет очень много солдат. То есть я не понимаю, почему не предпринимаются шаги для предупреждения этих действий, или там огородить как-то это все, или возможно, ну огородить я имею в виду опасные зоны. То есть вот гибнут солдаты, при этом часто информация не доходит объективно с фронта до нас. То есть идет информационный вакуум, и нас держат неведение. Это мало кто говорит достоверную информацию, что про достоверную нужно выехать на фронт туда. Вот я был три недели назад в Песках под Донецком, проехал всю территорию разграничения Донбасса. То есть здесь, где шли самые боевые действия, и в Нитайлово, и в Опытном. Это буквально там 5 километров от лопастов ДНР. Там урегулированием конфликта ничего не пахнет. Там в некоторых местах танки до сих пор стоят, разрушенные танки, их никто не убирает по Красноармейской трассе возле Песок. То есть там идут реальные боевые столкновения. Причем одинаково и в украинской прессе об этом не всегда говорят, и в российской прессе тоже об этом не всегда говорят. Пане Андрію, я сподіваюся, що наша розмова была конструктивной. Я вам дуже вдячний за нею. Дякую, что завітали. Было дуже приятно поспілкуватися. И я сподіваюся, нашим глядачам теж было цікаво. Я ж нагадаю, що у нас у студії був експерт з міжнародних і правових питань Андрій Бузаров. На цьому ми будемо завершувати. Дуже вдячний вам, що були разом з нами. І будемо сподіватися, що, власне, не будемо ставити крапку на мінорній ноті, а будемо сподіватися, що, власне, вирішиться всі питання. І на кращий для нашої країни, для наших хлопців, які там стоять. Миру нам всім і злагоди. Дякую.